Всем привет! Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни, но слышал фразу «все профессии нужны, все профессии важны». И знаешь, мне кажется, каждая профессия уникальна и особенно по-своему. Именно поэтому сегодня я решил попробовать устроиться на работу таксистом. Да-да, именно сегодня я буду грачевать целый день, и в этом видео ты узнаешь, сколько же может заработать таксист, грачуя целый день по Киеву. Меня зовут Ваня, поехали! Вдруг вы на учете в психбатнице? Ну, это тоже вариант, да? И меня, короче, вот так вот жестко облапошили. Я, короче, без денег и без заказа. Можно шансон включить, в принципе? Можно шансон. Вы думаете, я шутил? Я шансон знаю, да, известно. Тогда будем подпевать вместе. Еще раз. Попните. Я решил попробовать начать таксовать на своем автомобиле Opel Corsa 2008 года. Ну, я думаю, ты помнишь, если смотрел мои видосы. Но не все так просто. Для того, чтобы у тебя стабильно были клиенты, ну а, соответственно, и денежка в твоем кошельке, нужно устроиться в какую-то службу такси. А я решил попробовать все-таки устроиться в службу в уклон. Уклон – это та фирма, которой я пользуюсь для заказа такси. То приложение, которое многие из вас, в принципе, наверное, тоже используют. Никакая не реклама, потому что я вас знаю. Сейчас начнете писать. А, вот, продался, началось. Нифигуленький. Я просто лично пользуюсь этой приложухой. А тебе выбирать или не выбирать, ты уже, в принципе, сам решай. Так вот. Как вообще происходит процесс регистрации партнеров, то бишь водителей в этой программе? Сейчас мы с тобой будем смотреть. Тебе нужно перейти на сайт партнер-партнер-уклон.com.ua. В общем, неважно. Я думаю, разберешься. Тут даже нативно все понятно. Ничего сложного. После чего лично я пополнил свой кошелек. Кошелек пополнил на сумму 100 гривен. Для того, чтобы на балансе самого приложения у тебя были деньги, которые потом будут списываться после того, как ты берешь заказ. То есть ты взял заказ, 10% от самого заказа будет списываться с твоего кошелечка. Ну и это будет идти в счет фирмы, благодаря которой ты получаешь заказы. Ну, в общем, как-то так. В общем, когда мы проделали все эти действия, мы уже можем приступать. И для этого нам нужно скачать отдельное приложение, которое называется Уклон Драйвер. В общем, качаем приложение и дальше будет тебе рассказывать уже, что куда. Будем потихоньку, наверное, идти, садиться, искать первые заказы. В общем, пошел качать приложение. Ну вот, собственно, и она. Та ласточка, которая сегодня будет приносить нам деньги. Для начала, я думаю, мы поедем ее заправим, поскольку, ну, нужно понимать, сколько у нас идет на топливо и какая будет чистая прибыль. Ну что, будем заводиться. Поехали заправляться. На самом деле, немножко даже вот как-то так трепетно и интересно, что оно будет. Для меня бомбила эта вот именно музыка, шансончики именно поехали. Владимирский Централ, ветер северный, знаешь. Хотя, в большинстве, конечно, случаев мне попадались хорошие водители. И именно такой след хочется оставить в памяти тех, кто сядет сегодня ко мне в автомобиль. Драйвершки, ну что, мы приехали. Сейчас находимся возле Житомирской метро. Давай будем пробовать брать первый заказ. Итак, заходим. Тут у нас эфир есть. И в эфире у нас здесь можно поставить прайм. Прайм это что такое? Это, по большому счету, фильтр. Ну, давай посмотрим, насколько быстро мы можем взять. Поставим автовзятие. Мне не принципиально, куда ехать. Фиг его знает. Может, тут район непопулярный. Я не знаю. Так, ну ладно. Я, наверное, поеду попробую взять где-то в другом месте. Фиг его знает. Оно тупо не берет. Ну, то есть, ничего нет. Короче, а суть в том, что я уже 15 минут езжу. Я уже поменял все фильтры, которые только можно. Выбил в самом приложении. И куда ехать, и откуда ехать. Короче, пофиг. Но, но не фигуренький. Реально тупо ни одного заказа. Я думаю, может, со мной что-то не так. Ребят, ну я вам скажу, только что свершилось. Наконец-то. Мы взяли первый заказ. И сейчас едем забирать человечка. Здравствуйте. Я вам покажу. Мы сейчас направо поворачиваем. А все ради. Вот такой бы навигатор мне. Да. Так, меня, если что, Ваня зовут. Гонс Ваня. Знакомый. Я сегодня, вот верите, не верите, а вы у меня первый клиент. Я первый день сегодня на уклоне работаю. И вы первый клиент. Так что да, у меня ручка трусятся, я переживаю. Так что. Ничего, я везучая. Поэтому повезю. Значит, я удачно попал. Не, ну у пассажиров тоже важно, с кем он едет. Ну, стопудо. Вдруг вы на учете в псих-магице? Ну, тут тоже вариант, а. Так и не скажешь. Могут быть нюансы. Да, там оно в тихом омуте черти водятся, знаете. Я себя чувствую реально, как на экзамене, знаете. Да, я как это сижу. Не, 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 вы все спокойно. Я просто такой. Как будто вот первый раз сел за рулем и такой, так, надо ж, короче, чтобы мне это. Боже, к кому я сел? Отмена. Выпустите. Выпустите меня, не хочу я с ним ехать. А случился, собственно говоря, коллапс. У меня разрядилась GoPro, поэтому вот видео снимаю сейчас на свой телефончик. В общем, друзья, с подшином первый пошел. Первого клиента мы только что взяли. Это была девушка, очень приятная, очень милая. Я не скрывал того, что это мой первый заказ. Действительно, у меня немножко ручки трусились, потели. Ты знаешь, как, ну, я не знаю, с чем это сравнимо, но, в общем, мой первый раз. Мой первый клиент, которого я взял с помощью такси. И вот теперь немножко успокоился. Нужно отойти, выдохнуть и дальше зарядить немножко камеру и дальше ехать кратчевать. В общем, дальше больше. Да, вот на парковочке стою возле, сейчас на парковочке возле озера. Здравствуйте. В багажник нужно что-то ложить? В багажник нужно что-то ложить? Может, я в багажник? Давай, давай. Ты так не знала, что ты скажешь, что можешь. Садись, давай. Привет. Ну, кустам, привет. Ну, только с отдыха сегодня, две недели слышали. Круто. А если секрет, где дохали? Доминик, э, испанский, доминик. Доминик, доминик, круто. Здесь воздух просто сумасшедший. Так, сауна, да? А на Швей-Ланке еще больше сауна, мы тоже были с мужем. Да, на Швей-Ланке прикольно. Не знаю, нам понравилось, но в целом-то да. Это как раз туда, куда ни отдых не такой, не ленивый отдых, не просто. Ленивый, вот Турция, два часа перелета и лежишь, что ли? Да, лежи, попивай коктейльчики. Там система точно такая же, как в Турции. На самом деле, в Турции они слизали все это из Доминиканы, из Кубы, там это все придумали. Ну, один в один. Вот именно поэтому я и говорю, что там нужно брать экскурсию, потому что от Турции не отличается вообще ничего. Та же самая анимация, там чуть ли не расписание такое же. Так, закрыт. Да, карта, все, так. А я вас еще оценить могу, смотрите. О, как оно есть! Пять баллов. Спасибо вам большое. Все, и вам спасибо. Всего хорошего дня, отсыпайтесь. Да, спасибо. Пока-пока. Так, ребят, ну в общем, еще один заказик мы с вами вместе взяли. Короткий, он совсем короткий, тут совсем близко пришлось ехать. Тоже оплата у нас картой. Поэтому сегодня у нас все денежки пока приходят на карту. Приятная девушка была, с ребенком ездили отдыхать. Ну, я думаю, ты сам уже, наверное, все видел, рассказала, как они отдохнули, что. Поздравили меня с первым рабочим днем. Это приятно, я тебе скажу. Это мелочь, а приятно. Да, здравствуйте, это такси. Подскажите вот еще раз, какой конкретно Гэнгель, я смотрю, их тут хватает. Здравствуйте. Я смотрю, сильнодействующие пионы у вас попали. У меня ст 729, в 739, потому что глаза не могут понять, куда я вообще еду. Что, бывает? Ваня, машина у вас вообще не ест. Меня просто Ваня зовут едут. Что? Это значит, Ваня. Да. Вы же по телефону так сказали, Ваня, домой едут. Не понял, где это я уже? Я тот таксист, у которого есть дача. Тот сам. Да ладно. Серьезно. Я сегодня первый день вообще езжу, подготовился, с дачи, пандерос минимум. Так что все красиво. Спасибо вам большое, хорошего вечера. Заехали куда-то в село, это новоселки, по-моему. Женщина, девушка, я не знаю. Короче, она просто-напросто перепутала маршрутку и до последнего говорила, а это вот так вот, так бы 13 гривен потратила, а так чуть больше. Но, в принципе, такие моменты бывают. У меня у самого, помню, студенческие годы, когда тоже была такая ситуация, поэтому все понимают. Короче, ребят, что только что произошло. Поступил мне заказ. Поехал я брать клиентов, подъезжаю, смотрю, машинка другая стоит уже, и люди туда садятся. Ну, видно, что, типа, не ихняя домашняя машинка, не семейная, не друг забирает. Тоже не брондированная, такая же, как и моя, тоже хэтчбэк. Короче, суть в чем. Люди туда сели, такая, три человека села. И я такой думаю, ну ладно, сейчас самое время набрать клиента. Только набирать клиента, заказ отменен. Короче, меня только что кинули, друзья, кинули меня на заказ, пусть и небольшой, там, гривен 90. Но все-таки я приехал, там, потратил километра три, минут пять, может, на дорогу. И меня, короче, вот так вот жестко облапошили. Я, короче, без денег и без заказа, считай. Вот такое тоже бывает, я так понимаю, у таксистов. А это, между прочим, мне кажется, не ново. Видимо, люди заказывали через несколько служб такси. В конечном итоге, вот, кто-то приехал на минуту раньше, чем я. Приехал, короче, взял заказ к цирку ехать. Какое-то такое мажорненькое место. Резидентс Хиллс, сейчас я покажу, подсниму, короче. Видно весь Киев, как на ладони, на горах стоит. Ну, сейчас ты посмотришь архитектуру и поймешь, насколько это место какое-то мажорное. Ну, сейчас увидишь. То ли отель, то ли какой-то жилой комплекс, фиг пойми. Но выглядит довольно-таки неплохо. Да. Алло, добрый вечер. Это такси вас беспокоит. Я вот сейчас на парковочке возле Академ Сити. Где вас найти? Да, 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 сейчас, сейчас. Опель Корсо черного цвета. Вы на месте? А, вот, походу, штрих стоит. Ого, писяцом, походу, наваренный. Я смотрю, вечер удался? Да. У меня жена есть. У меня жена и ребенок есть. Сильный независимый. Понимаю. Да, да. Еще раз. Ну, как бы и такое бывает. Я, честно говоря, думал, что под вечер может начаться, ну, какая-то подобная хрень. Ну, типа, чувак подвыпил, подбухнул в день рождения все-таки. Но, типа, блин, типа, не такого я ожидал. Чувак, я не знаю, то ли он под шофе, то ли он под чем-то покрепче, хрен его знает. Подожди, какого хера, куда он походит? Ребят, это был полный трэш. Штрих просто взял и дал дёру, так и не заплатив за эту поездку. Понятное дело, догонять я его не стал, там 50 гривен всего лишь. Но сам факт, неприятно. Ребят, ну вот и закончился мой первый рабочий день в роли таксиста. Что могу сказать? Эта работа действительно сложная, но по-своему интересная и неординарная. На самом-то деле была куча различных ситуаций. Люди были абсолютно разные. Начиная от обычных людей, которые просто едут с работы домой или наоборот. И заканчивая тем, кто возвращается после гульни в состоянии определенном... В определенном состоянии, как-то так. В общем, было интересно, я набрался опыта. И этим опытом в своих видосах постараюсь поделиться вместе с тобой. Давай немножко подытожим, что же сегодня есть. Целый день я грачевал. За это время было много... Ну, хотя я не знаю, много или немного. Мне, в принципе, не с чем сравнивать. Но 9 заказов у меня было. За 9 заказов мне удалось заработать 1086 гривен. 1086 гривен. Мы от этого минусуем 120. Это примерно то, что я заправил. То, сколько топлива я потратил. И выходит чистыми 966 гривен. То есть, за 9 заказов я заработал 966 гривен. Из них, между прочим, 16 гривен. Это чаюха. Большинство капнуло на карту. Но что-то есть и наличкой. Поэтому, в принципе, за день заработок у меня равен... Ну, давай немножко округлим. 1000 гривен. Плюс-минус. Понятное дело, что разные бывают дни. Бывают разные заказы. Бывают прибыльные дни. Бывают вообще нулячие дни. Но сегодня у меня результат такой. В общем, я тебе показал, рассказал, как можно зарабатывать работой от таксиста. Решать, стоит ли таким образом зарабатывать деньги именно тебе. Если тебе понравилось это видео, то подержи его своим пальцем вверх. Я старался, чтобы было интересно, чтобы было информативно. Ну и чтобы ты вот так вот за одно видео увидел всю работу обычного киевского таксиста. Ну и, конечно же, в комментариях напиши, какую бы работу следующую ты хотел увидеть. В какой роли бы ты меня хотел увидеть в первую очередь. Поскольку подобный формат я планирую снимать и дальше. Поэтому жду в комментариях следующую работу, на которую ты собираешься меня отправить. С тобой был я, Ваня. Подписывайся на канал. Ну и не забудь колокольчик поставить. Увидимся на новых видосах. Ну и, конечно же, на моих стримах. До встречи. Пока-пока.